Привет, братаны! Как движуха, а как делишки? В общем, хочу сегодня рассказать вам одну тему именно. Короче, раньше я, ну, до того, как стал ревером, короче, раньше я именно работал массажистом, именно. Ну, то есть, спасал людей, мир там, спасуясь, мир. И, короче, я работал в больнице целых пять лет. Я пять лет своей жизни убил на это. Вот. Затем я, короче, работал в клубах, салонах. Ну, там нормально, там приходили именно клёвые чиксы. Ну, и приходили всякие мужики тоже именно. Но они именно такие прибаблевшие были, они этих чиксов держали. На таких тачках приезжали, вы что, нормально. И, короче, вот один, короче, чувак приходит. Ну, я многим делал, но этот чувак самый ржачный. Короче, пришёл чувачок и говорит, у меня болит поясница именно. А я же в больнице работал, да? И я, короче, именно такой, ну, давай ложись ему. Он лёг, короче. Я ему эспол, понимаете, эспол. Накладывая, короче, на поясницу именно. Я повтирал, порастирал такой. Он говорит, печёт. Я говорю, ну, да, ну, печёт, печёт именно. Ну, типа, расслабься, как бы. Теперь уже, ну, проблем быть не может. Я пять лет в больнице этой мазью делаю всем. Он говорит, всё равно печёт. Он говорит, ну, чувак, расслабься, типа, ну, теперь должно попечь. Это, типа, лечебное действие. Так он, короче, этот чувак именно, короче, позвонил папе своего. Прикиньте, чуваку реально, ну, лет сорок, наверное, да? Он позвонил папе. Приехал папа именно такой лысый дед. Вот. И начали они там антиожогом мазать, короче, типа. Ну, он потом ко мне всё время ходил. У него спина вообще больше никогда не болела. И он уже ходил и говорил, только этой мазью не делай, говорит. Вот так вот, знаешь, это. Он нормально там на чай давал. Он такой вот. Ну, жена его там ходила, короче, по-моему. И, короче, да, эта жена его стоматологом работала. У меня там шея. Вот. И, в общем, ну, раньше это было нормально. Но потом я приехал в Киев, закрепился, купил хату. У меня, короче, чекает. Ну, жёнышка, знаешь. О, а, короче, она забросила свою работу. Работал тоже на дяде с утра до вечера, короче. Но забросила этой всей фигней заниматься, короче. И мы именно начали тупо тусоваться, короче, именно. То есть заценили ритм именно. Пошли на барабаны, походили именно. И заценили именно реально музыку, ритм, вот именно, понимаете. То есть мы взяли дом, короче, чтобы не на хате сидеть, вот это вот, как лохи, понимаете. Где караокине, поорай, понимаете. Не пригласить друзей именно. И остановиться было даже негде. Вот именно. Когда друзья приезжают, я говорю, ну, блин, братаны, ну, негде остановиться. Ну, реально. Вот. То есть они там где-то хаты снимали, понимаете. А тут всё, гостевая комната, всё, они остановились. На барабанах постучали именно, в клуб куда-то затусили, всё именно. Вот. Вот такое. Так, короче, именно мы то есть заценили, как бы, а, так и чём я вам? Я же, собственно, про, ну, про крем. Короче, крем очень клёвый именно. Вот у меня там бывали друзья, например, какие-то футболисты, да. И у них вот нам, ну, мышцы болят именно. Вот. И они нам, ну, чуть-чуть, хоп, помазал, всё. Или, например, у тебя махач, да, именно, какой-то чёрт на тебя наехал, да, именно. Ты, короче, именно просто, именно, берёшь этот крем перед этим. Понял? Поразогревал мышцы, именно. Размялся немножечко, так, ну, не сильно, понял именно. Ну, чтобы мышцы не забить именно, понял именно. Так, подвигался немного, понял. И когда махач, ты уже такой более дерзкий, понимаешь, именно. Ну, как гладиатор, именно, понимаешь. О, короче. А или, например, ты там, хочешь, там, именно, ну, там, тусить, да, весь вечер. И понимаешь, блин, мышцы、 вот, ну, не готовы, понимаешь, именно. То есть не хочешь просидеть там где-то за стоечкой, понимаешь, именно там, с этим кальяном. А хочешь нормально оторваться, тогда тебе тоже берешь и вот по всем мышцам, где мышцы для танца используются, все помазал и все. У тебя реально все пройдет. Ну давай. Такая тема.